В школе номер один Станицы Азовской состоялось соревнование по стрельбе в память участника Второй Чеченской войны Павла Лысенко. В 2000 году, закончив срочную службу, Павел остался служить по контракту. 26 апреля, сопровождая продовольственную колонну, солдат вместе со служивцами попал под обстрел боевиков. Несмотря на отпор, силы оказались неравны. Он и еще 10 его товарищей погибли. Павел посмертно награжден Орденом Мужества. Ежегодно в память о погибшем солдате проходит соревнование в школе, где он когда-то учился. В будущем школа номер один Станицы Азовской будет носить имя героя. Перед началом соревнований участники встречи, знавшие Павла лично, поделились своими воспоминаниями о нем. Ребята, я рада сегодня приветствовать столь, наверное, многочисленное представительство от многих образовательных организаций, которые приняли участие в этом мероприятии. Вероприятие, посвященное пасти Павла Васильевна, чье имя наша школа будет носить. В соревнованиях приняли участие команды со всего Северского района. По результатам командного зачета победителями стали ребята из школы номер 59. В личной первенстве среди юношей первое место досталось Сергея Тищенко. В личной первенстве среди девушек Карине Якименко. В Афибском городском поселении прошла открытая сессия совета. В начале встречи с отчетом о работе за 2018 год и планах на текущий выступил глава поселения Юрий Коваленко. В 2019 году бюджет поселения планируется привлечь около 35 миллионов рублей из федерального и краевого фонда. Одним из приоритетных работ является ремонт участка улицы Суворова на участке от улицы Революционная до Ленина. Ямочный ремонт дорог поселка Афибского по улицам Суворова 50 лет октября, Красноармейской Победы, Калинина. Капитальный ремонт тротуара по улице 50 лет октября и Мира. Также Юрий Коваленко сообщил о приостановке работы Афибской ТЭЦ по причине убыточности. Глава заверил, что для всех 20 домов по улице Шоссейной, которая обслуживала теплоэлектростанция, будет построена модульная котельная. После отчета каждый желающий смог задать свои вопросы к участникам встречи. Традиционно они касались электро- и водоснабжения, отопления и медицинского обслуживания. Одна из наболевших проблем в поселении носит экологический характер. Это деятельность мусоросжигательной установки в поселке Афибском и вредное соседство с мусорной свалкой в поселке НМ. Юрий Коваленко пообещал сделать сегодня воззависище, чтобы призывать к ответственности всех, от кого зависит ухудшение экологической ситуации в поселении. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко провел личный прием жителей северского сельского поселения. Парламентарий выслушал имеющиеся проблемы граждан и обсудил их дальнейшее решение. В основном обращение касались сферы благоустройства дорог и тротуаров на нескольких улицах Северской. На встрече также присутствовал глава поселения Игорь Крикун, который также комментировал и дополнял просьбы станичников. Сергей Орленко пообещал, что в юбилейный для района год со стороны Законодательного собрания края будет сделано все возможное для улучшения муниципалитета и, в частности, районного центра. Также депутат отметил, что за последние три года в станице виден прогресс по благоустройству. Одна лошадиная сила и никаких проблем с техосмотром. Такой необычный транспорт изобрел учитель Иван Николаевич, который живет в селе Черкасово в Татарстане. Когда я был в Казани, я увидел карету Екатерины II, она была закрытой, тоже была оглобли. И вот я решил поставить оглобли на машину. Взял москвич у соседа, переговорил с ним, и вот перейдем. Убрали двигатель, поставили оглобли, и вот у меня получился лошамобиль. Учитель работает в школе в соседней деревне, до неё три километра. Вот и выручает лошамобиль. На таком транспорте не страшны ни дождь, ни ветер, и не рискуешь забуксовать в снегу. Односельчанам изобретение нравится. Я вырос в деревне, мы провели на санях, на телегах лошадиных. А он изобрел чересчур уже современную технику для деревни, лошамобиль. Когда он привезет у москвича кузов, окушки, я ещё не совсем понял, что это такое будет. Когда он запряг уже, вся деревня удивилась. Понимаете, когда вокруг везде деревни погибают, а мы нет. Мы расцветаем наоборот. К нам приезжают туристы, к нам приезжают школьники на экскурсии, приезжают с других деревень. И все удивляются вот его изобретениям. Слава богу, что у нас есть такие люди, как Иван Николаевич. Ну а Иван Николаевич мечтает лошамобиль усовершенствовать. Хочу установить печку-бужуику, багажник. Я тут, значит, проведу трубу через это самое, и сверху будет у меня дымоход. И более-менее будет тепло. Вот такое желание есть у меня. И ещё, чтобы музыка была, аккумулятор поставить, значит, аккумулятор, и чтобы подключить музыку. Изобретатель ездит и на дальние расстояния, до 10 километров в одну сторону. Радуется, что не нужно тратиться на бензин. Его крепкой лошадке по кличке Ночка нужно лишь два раза в день поесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова